Привет! Как и обещал на ремонте Opel Vectra A И сейчас для тех кто владеет таким автомобилем Будет своего рода лайфхак Наверняка у вас возникают проблемы со стойками стабилизатора И в этом мы вам попробуем помочь Ну что ребят, как и обещал, сейчас будем делать стойку стабилизатора для Opel Vectra A Потому как родные на вот этом моменте пластиковые и постоянно лопаются У владельцев возникают постоянно вопросы по этому поводу И приходится их часто менять Все что нам будет необходимо, это тяга зевулевская, реактивная, короткая Нужно будет отмерить нам по 50 мм с каждой стороны И отрезать Что мы собственно и сделаем Тык 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 У нас такие вот две заготовки. Здесь у нас шток 15 миллиметров. Нужно будет его обточить. Отдадим токарю, чтобы было где-то примерно 8. Можно оставить и так. Нарезать просто резьбу. Но нужно будет находить большие шайбы, втулки. Это усложнит там немного задачу. Что по поводу резиновых втулок. Можно поставить те, которые находятся на стоковых стойках стабилизатора. Можно оставить втулки с реактивных тяг, но без втулочки, которая идет сюда, металлическая. Это зависит от того, какого диаметра стабилизатора. Они у нас бывают на апелях 16, 18 и 20-20. Собственно, любой из них можно будет с помощью мыла или моющего немножко смазки натянуть. И они у вас прослужат. В общем, отдаем токарю и покажем вам, что будет дальше. Вот что у нас получилось после того, как отдали токарю. Сделали шток 10 миллиметров. Нарезали резьбу. И, в принципе, стойки у нас готовы. Что по поводу резинок на шток. Можно использовать сланаса со стойки стабилизатора. Вот мы взяли. Можно их сюда. Либо же жигулевские с амортизаторов верхние втулки тоже подходят. Можно использовать. Если... О чем я говорил. Если захотите резинку переставлять со стоковых. Вот, кстати, стоковая. Лопнутая у нас. Если захотите отсюда переставлять сюда резинку. Мы уже поставили на другой автомобиль. То нужно будет ширину убрать. Как видите, разница в ширине существенная. То есть, нужно будет опять обратиться к токарю. И немножко с обоих сторон убрать ширину. И все отлично становится. Что по поводу отзывов клиентов. На двух автомобилях мы устанавливали уже такие стоечки. Ездят до сих пор. Проблем нет. Приезжают, обслуживаются. И все хорошо. Устанавливать их нужно на яме. Так будет удобней. По поводу штока можете сделать 55 мм. Будет легче наживлять. Вот, собственно, сейчас мы их соберем. И получим конечный результат. Все. Стоечка готова. Если у вас нету возможности, времени или просто желания изготавливать стоечки самому, вы можете купить стойки стабилизатора Volkswagen B3.